Итак, мы рассмотрели две части революционной модели данных и переходим к оставшейся части. Описание этой модели – это ограничение целостности. Что же такое ограничение целостности для любой модели данных? Это некий набор правил, которым должна соответствовать база данных, вкладывающаяся в данную модель. Довольно логичным следствием из этого является то, что СУБД, которая управляет базой данных в некоторой модели, должна обеспечивать, проверять выполнение данных правил, которые мы называем ограничениями целостности. Для революционной модели данных существует всего два ограничения целостности, каждый из которых имеет на самом деле довольно долгую историю и важное значение. Тем не менее, ограничений целостности немного, они довольно понятны. Первое – это ограничение целостности сущности, и второе – это ограничение ссылочной целостности. Сейчас мы о них подробнее поговорим. Итак, ограничение целостности сущности. Что же это такое? Почему они происходят? Почему необходимо, чтобы данные в базе данных, соответствующей революционной модели, выполняли требования этого ограничения? И о чем же они говорят? Если довольно простым языком сформулировать это правило, его можно интерпретировать так, что кортежи в отношении революционной модели данных должны быть отличимы. Ну и другими словами, если мы говорим про SQL-базу данных, требование звучит так, что все строки в некоторой таблице должны отличаться хоть чем-нибудь. Откуда же это требование возникает? Дело в том, что большинство отношений или таблиц является проекцией некоторой сущности реального мира, части предметной области на хранимую часть нашей базы данных. И каждый кортеж или каждая строка таблицы является описанием некоторого экземпляра этой сущности. При этом понятно, что в реальном мире все объекты или субъекты, которые мы хотим описывать, они отличаются, они индивидуальны. Это значит, что и будучи в сохраненном виде проекции в базе данных, они также должны отличаться и с ними можно было бы работать по-дному. Для чего это нужно в жизни? Чуть позже скажем, а сейчас мы сделаем вывод из того, что все кортежи в революционных отношениях должны быть отличи. Если у нас все кортежи чем-то отличаются друг от друга, это значит, что есть некоторый набор атрибутов, он как минимум один, который является подмножеством атрибутов, которые составляют схему отношений. И этот набор атрибутов обладает двумя свойствами. Это уникальность и минимальность. О чем это говорит? Ну, первое свойство довольно понятно, оно говорит о том, что все кортежи, все будут таковы, что значения атрибутов в выбранном наборе не будут совпадать. И второе, это минимальность. Говорит оно о том, что не должно быть возможности из этого набора хотя бы один атрибут исключен. Тут все достаточно понятно. И вот такой набор атрибутов, который обладает этими двумя свойствами, в любом отношении является так называемым потенциальным ключом. Потенциальных ключей в отношении может быть несколько, может быть он один, а в некотором случае, выраженной ситуации, потенциальным ключом могут быть все атрибуты отношений. Это крайний случай, но, тем не менее, такие ситуации тоже вполне бывают, в том числе и в реальных базах данных. Итак, мы говорим о том, что на отношении может быть определено один или несколько потенциальных ключей, и при этом принято называть один из этих ключей первичным. Это не более чем формулировка, никаких принципиальных отличий от одного ключа от других, одного ключа, который назван первичным от других, на самом деле не существует. Это всего лишь то, как мы его назвали и то, как мы его дальше будем использовать в работе с базой данных. При этом сами ключи, сами по себе ключи бывают простые и составные. Простые ключи состоят из одного атрибута, а составные, соответственно, из нескольких. Теперь что же касается практической значимости. В таблице не должно быть повторяющихся записей, требует у нас ограничения целостности сущности. Однако мы видим, что в большинстве SQL-баз данных явно это требование не выполняется. Оно не является обязательным, скажем так. Если мы создадим таблицу, на которой не будем определять ключевого поля или нескольких ключевых полей, и не наложим никаких ограничений и уникальностей на другие поля, то, в принципе, нет никаких возможностей у СУВД для того, чтобы ограничить вот нескольких разных записей, нескольких одинаковых записей в разные строки. Почему это может быть плохо? Тут ситуация достаточно несложная, она понятна. И в каком-то смысле это проецируется на понятие программирования и механизм адресации. Если мы говорим о том, что у нас невозможно адресовать какую-то строку в таблице индивидуально, то есть мы не знаем, каким образом мы можем идентифицировать конкретную строку, это значит, что мы не можем отдельную строку изменить. Мы уже немножко на первой неделе говорили про язык SQL, те операции, которые могут быть выполнены с помощью этого языка в базе данных, и мы видим, что нет никаких возможностей, если мы уникально не идентифицируем строку, изменить ее, удалить, если мы не можем как-то к ней персонально обратиться. Это довольно важно. Иногда бывает так, что необходимо иметь повторяющиеся строки. Такое в исключительных случаях бывает, но не очень часто. Это не классические варианты хранения данных. При этом надо понимать, что если мы идем и делаем сознательный выбор в пользу дублирующихся строк, то мы должны понимать, что мы не сможем потом индивидуально обрабатывать каждую строку. Ключ идентифицирует ли строку таблицы в SQL? Да, конечно. Если мы определяем первичный ключ в SQL таблице, то, безусловно, его значение будет идентифицировать каждую конкретную строку. Здесь нет отхождения от ограничения целостности сущности, здесь полностью оно выполняется. Могут ли атрибуты, входящие в состав ключа, содержать неопределенные значения? Действительно, в классической революционной модели по дейту говорится о том, что если ключ является составным, то все атрибуты, которые входят в его состав, не должны иметь возможности содержать неопределенных значений. Революционный в SQL базах данных ситуация, скажем так, немножко разнится в зависимости от конкретного вендора с OBD, но, тем не менее, в большинстве случаев, если и нет явной необходимости на накладывание ограничения невозможности ввода неопределенного значения, то есть not now, то даже если это ограничение не будет введено, чаще всего с OBD не даст возможности ввести строку таблицы такую, что в ключевом поле будет неопределенное значение. Поэтому в этом смысле можно сказать, что здесь ограничение целостности сущности также выполняется. Продолжение следует...